Типа мы в будущем ведем рисовки, типа вот эти Т5, Т4, блядь, тоже БК-контент будет у вас, типа постепенный кач, постепенное открытие, ну, я туда тоже решил сперва пойти, ну и, короче, в момент открытия там, ебать, все начало, короче, медным тазом накрываться, там то вылеты, нахуй, то не заходит, то что-то еще, вот, а это еще было вечером открытие, то есть это отложилось на 2 часа сперва, потом еще на 2 часа, в итоге, блядь, время уже к ночам. Я думаю, да ну, нахуй, я ебал, и не пошел, короче, а люди там сидели, типа, блядь, больше 20 человек, там гильду тоже кто-то создал заранее, чтобы, типа, по пятеркам разделиться и по фасту 80-е всем взять, типа, ну, первое на сервере, такую хуйню, вот, ну, я с ними думал, ну, не получилось, короче, я не пошел, вот, и в итоге, что получилось, в итоге админы написали там на форуме, что, ну, на этом, машинвальском, типа, ну, сори, ребята, короче, что-то не получается у нас, сервак запустить, что-то не работает, так что мы вам просто быстрый старт на x3, блядь, на Сирусе подарим, потому что это наши друзья, блядь, и все, и закрыли нахуй сервер. Да, там то же самое, что и Алогалон, но это был не Сирус, там был только челик, который был, Кьяр, знаешь же, тут был, типа, такой админ или кто, и вот этот Кьяр, он, типа, в команде у этого Ачмашинваля был, и мы там туда пошли, я тоже там хотел, но вот в итоге не пошел, и рад, блядь, потому что там люди нахуй. Да, 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 то есть Кьяр откололся от Сируса и, типа, пошел туда помогать или что, и в итоге там что-то по пизде пошло, и Кьяр оттуда сразу свалил, и, типа, и чувак там какой-то один, видать, остался, и сказал, что, ну, блядь, я один ничего сделать не могу, и, типа, и, ну, сори, что так вышло, вот вам быстрый старт, блядь, на x3. Ну, я залутал быстрый старт на x3, потому что у меня был аккаунт создан, типа, на этом Ашинвале. Но сейчас Алгалон, я не знаю, как у них будет, но, типа, это уже, как бы, конкретно от Сируса, но, может, нормально все будет. Ну, да, да. Ну, да, и, типа, такое есть. Ну, я как бегаю, у меня как два бруля нахуй есть на Локи, так и гоняюсь с ними. Ну, не знаю, открытие будет, посмотри, может, нормально будет. Хуй знаю, сейчас ивент прикольный ввели вот этот, кстати, довольно неплохо, я бы сказал, в отличие от того, что было в прошлый Новый год, там, блядь, пиздец, жопа разрывалась, как сложно было. А тут нормально сделали, все проходится, только фармить надо до хуя времени, чтобы там на маунта накопить, короче. Я не знаю, ты ушел, там, ты же в стае ушел, я-то, хз, что вы там делали в стае. Да ничего, ну, вот сейчас Ока Герна, фулл закрываем. Ну, закрывали, сейчас пока вообще рта нету, типа, пока каникулы. Потом в ЗСХМ, считай, сколько, трех боссов, получается, что ли, закрывали. А эти Асгарды недавно замочили, короче, ЗС на фулл, лутанули там титулы за фоковайши и по два с половиной тысячи рублей на каждого участника рейда, типа, ну, 25 человек. Там туда, короче, ушли ребята с нашей гильды недавно, ну, с иллюжинов, типа, бывших. Там сейчас не иллюжины называются по-другому, хэппи три френдс, ебать, вот. Ну, короче, объединение же недавно было, ты не в курсе, x1, короче, был, и его с x2, да. И, типа, название гильдии из-за этого, там же тоже иллюжины были на x1, ну, и остальные гильдии тоже так похожи. И у кого, типа, сделали всем, чтобы, ну, не давать ренеймы там или типа того. Гильдиям сделали приписку гильдии, типа, претенду би иллюжин x2, блядь, ну, типа, по-уебански. И в итоге там, ну, Вага решил сделать у нас этот ренейм чё-то и, короче, сделал хэппи три френдс, нахуй. Ну, и похуй так-то. Ну, и вот, и, типа, блядь, чё там рассказывал-то? А, ну, и вот, у нас несколько человек нормальных, там, 4-5 игроков, которые такие сильно, не знаю, помнишь ты, нет? Там Зид был, Сайхил, Дзин, таких не видел ты уже? Ну, вот, эти ребята, они, короче, разругались там чё-то с Вагой из-за ягодного торта. И в итоге, короче, они ливнули и ушли вообще за Альянс, Фасгарды. То ли ренегатами стали там, то ли чё, не знаю, в курсе ты чё это такое или нет. Про ренегатов не в курсе, но, я знаю, чё-то типа менять можно, там, фракции или ещё чё-то такое. Да, ну, это ща я расскажу. Ну, и, короче, они ушли, грубо говоря, за Альянс и ступили не в белую стаю, которая, типа, вроде как считалась топ, А про Асгардов чё-то тишина была, а тут хуяк, и они Вайши, нахуй, убивают. Вот заебись. Типа, ну, и как раз там и этот Зид лутанул ачивку, и Агнар лутанул ачивку. То есть они попали в рейд и убили Вайшину. То есть вообще фортануло им охуенно, что они вовремя съебались, короче, туда, ещё и, блядь, и контент закрыли, лутанули титул, блядь, рарный, и всё такое, ну, всякая хуйня такая. Вот, ну, а я как бы всё в этих иллюжинах сижу, так никуда не съебался. Единственное, чё я локом перешёл в этот, сделал квестовую цепочку и фракцию сменил. То есть тут не надо сейчас покупать рефраг никакой, тут просто делаешь квестовую цепочку и просто выбираешь, типа, стать либо ренегатом, либо сменить фракцию. И я просто с Орды присягнул Альянсу на время, чтобы дейлики поделать. Тут ввели две новые расы, эльфы-бездны и ночнорождённые. Ночнорождённые — это за Орду, в Варгримаре делается квест, репутация качается за 4 дейлика в день, короче. Там где-то 2-3 недели или чуть побольше даже. А эльфы-бездны, соответственно, у Альянса, ну и бонусы разные. Мне эльфы-бездны прикольнули по бонусам, я хочу их, типа, я поэтому для начала сделал ночнорождённых, прокачал за Орду и ушёл за Аликов, чтобы... Бля, сейчас кнопку уберу, короче, с микрофона, заебался, контрол удержать. Вот так, слышно меня, да? Нормально? Ну вот, короче. Ушёл за Аликов, чтобы стать ночнорождённым, качать репу опять заново с этой расы, делаю дейлики, захожу, там, ещё какие-то дейлики на репу с Оракулами, там делаю в низине шелазар. Ну так как, короче, чилю, никакого РТ всё равно нету там за Орду. Ну, сейчас вот насчёт ренегатов, тут сделали охуенно, мне чё понравилось, что вот эти ренегаты, типа, X1 был ПВЕ-миром, то есть люди там не могли друг друга пиздить в открытом мире, и как бы людям это нравилось. Ну, кто не любит ПВП, да, то есть тебя никто не гангает, ты, блядь, на Кельдонасе спокойно можешь дейлики делать, тебя никто не ёбнет. А на X2, считай, было, ну, ПВП-мир, то есть тебя могли везде захуячить, кроме твоей, там, столицы или ещё где-то ты мог отключить. А вот это сделали как? Короче, вели ренегатов и скрестили миры, то есть тут можно режимы менять, режим войны называется. Можешь отключить режим войны, и тебя никто нигде запиздить не сможет. Ну, только если ты не будешь там на вражеской территории, ну, на красной зоне вот этой, знаешь, да, типа Ордой в Штормград придёшь, тебя, естественно, там смогут пиздить. Вот. И чё круто, не надо рефраки покупать, ты можешь в любой момент просто сделать цепочку, там заплатить, там, энну сумму голды, 15к что ли, и просто стать, ну, другой фракцией, без проблем, то есть. И у тебя там ничего там не, ну, как бы нормально всё, у меня ничего не пропало, там только пару репутаций как-то скинулось, ну, это мелочи, типа. Вот. А так вот, ну, заебись. И ренегаты, насчёт ренегатов, то есть это вообще, по-моему, самая охуенная тема, то есть стать ренегатом. Ты становишься ренегатом, и типа у тебя столица в Седых Холмах, там какая-то, я не знаю, как это всё у них выглядит, но звучит охуенно. Типа в Седых Холмах у тебя столица, у тебя есть возможность брать задание, типа охоту за головами, то есть какой-нибудь челик, грубо говоря, мне не нравится там какой-нибудь, блядь, ну, условно говоря, там, блядь, вагобонд, напустим, да, я назначаю награду за его голову, ставлю голду, и типа каждый ренегат видит эту награду и может пойти и захуячить этого вагобонда и получит голду, короче, которую я назначил за него. Вот. Ну и плюс ренегаты, они типа со всеми враждуют, то есть ты не сможешь больше ни в Аргримар, ни в Штормград, ни в любую другую фракционную столицу прийти, там будут враги, типа все. То есть квесты ты делать не сможешь, в столицах больше, ну, типа кому это не надо, тот типа заебись. Вот. Ну и плюс ко всему, ты в Долоран, чтобы попасть, тебе тоже там надо будет за проход в Долоран, за маскировку, типа 100 голды за проход платить, но в столице ренегатов все есть, там есть и аукцион, и банк, и Сиру стоит, то есть и порталы, короче, есть платные, правда, там, ну там 5 голды за портал, что ли, стоит ерунда, короче. Типа портнуться ты можешь там в какие-то тоже места полезные. Вот. Но по факту, типа... А, ну и в чем прикол, ты можешь в рейды ходить и с Альянсом, и с Ордой, будучи ренегатом. То есть ты просто, грубо говоря, ты у тебя вообще там, как мне сказали, там вообще три чата у тебя. То есть ЛФГ Альянса, ЛФГ Орды и ренегатский ЛФГ. Не знаю, насколько правда про ренегатский ЛФГ, но про Орду и Альянса, типа, это правда, потому что ренегаты пишут в наш чат, а как бы, ну, мы их не видим, что они вообще в игре или что-то типа того. Вот. Ну и вот, типа, прикол в том, что ты можешь спокойно, допустим, ту же охоту, блядь, сходить без проблем, что с той, что с этой фракцией, там. Или пугарейд какой-нибудь, тут тоже можешь без проблем сходить с любой фракцией. По-моему, это охуенно, типа, как мне кажется. Вот. Поэтому я планирую в дальнейшем, когда всякие репутации, блядь, прокачаю со всеми там столицами и прочей хуйней, я хочу тоже ренегатом стать, ну, на Локе, по крайней мере, потому что, ну, блядь, это охуенно удобно, у тебя будет столица в Нордскале, при этом тебе не надо никакую инженерку качать, чтобы, блядь, у тебя аукцион был и все такое. Ну, типа, это охуенно, как мне кажется. Ну и... Ща, погоди, чо? Ща. Короче, типа, как у меня произошло, я, типа, был в этих, ну, в иллюжинах, условно сказать, и, типа, я спекнулся за Альянс, естественно, меня с гильдией кикнуло, ну, я там заранее свой приор заскринил, ваге написал, типа, я временно уйду, там, туда-сюда, потом вернусь. Вот. Если ты становишься ренегатом, не знаю, как там тебя, вроде бы не выкидывает из гильдии, но, по крайней мере, у нас вроде не пропадали ребята. Но суть в том, что ты можешь в любую гильдию вступить, по крайней мере, будучи ренегатом, то есть ты можешь и в Альянсовскую гильдию вступить, и в Ордынскую вступить, а работает это, типа, так. То есть ты, если, допустим, я ренегат, это я без группы, и мы с тобой в одной гильдии и встречаемся на нейтральной где-то территории, то мы с тобой, ну, можем друг друга хуярить, если у тебя режим войны включен. Вот. У ренегатов, по-моему, режим войны всегда включен, то есть его нельзя отключить. И, типа, а если мы с тобой вступаем в одну группу или в рейд, то мы становимся, ну, союзниками, как бы, то есть вот так вот это работает. То есть если я ренегатом хочу сходить с кем-то в рейд, я просто к нему в рейд вступаю, и я с этим рейдом встаюсь, ну, типа, я маскируюсь под фракцию этого рейда. Вот так вот это работает. Мне тоже понравилось. Это, блядь, вообще классно, по-моему. Тем более ты видишь оба чата, блядь, и можешь и с теми, ну, как бы, контактировать и писать. И плюс еще, что тут охуенно сделали, добавили, ну, вот этот, когда ты цепочку на ренегата делаешь на смену фракции, типа, у тебя, тебе же, как бы, языки надо выучить, и там добавили цепочку квестов, можно либо за 10к голды купить словарь об всеобщего языка, либо сделать цепочку квестов, и ты, ну, типа, если вот я, допустим, за Орду, я общий язык Альянса, всеобщий, типа, да, изучил. Если я Альянс был бы, я бы изучил орочий язык, то есть вот этот общий язык, и можно отдельно каждой расы за 5к изучить еще язык, то есть ты, блять, можешь теперь разговаривать со всеми, ну, если купишь, охуенно, по-моему, да? Вот. Вообще, кто-то, я не знаю, Сиру, такие идеи. Да, то есть я купил, нахуй, с лавари, там, такие, ну, несколько раз, там, от дедов купил, еще кого-то купил, вот, чтобы, если кто-то будет пиздеть, там, понимать, и, ну, и вот, язык Альянса, то есть и Орды, я теперь понимаю, это, блять, ну, и будучи, то есть я даже не ренегат, я все равно могу на этих языках разговаривать и понимать, по-моему, это вообще классно. Ну, вот, таким образом. А, ну, там в АГРЛ, в АГГМ и в АГРЛ, сейчас недавно Простя стал рейлить, вечерний статик. вот, ну, там ругались, вот, ребята, что-то там они не поделили, как обычно, ну, хуй знает, я не знаю, я не лез в эту хуйню, что они там не поделили, ну, там жестко, они, короче, что-то расхуесосились, вот эти все, такие, вроде, нормальные ребята, ВАГА, там, ЗИТ, Дзын, блять, не знаю, ну, и вот они поливали в итоге. Вот так ВАГРЛ до этого. Сейчас вот ВАГА что-то подзабил, ну, до праздников, пока мы в рейды ходили, он так, перестал рейлить, типа, и Простя начал рейлить. Ну, мы там, ОКХМ, не помню, закрыли, по-моему, вроде бы закрыли, да, на фул. АЗС, ХМ, там, что-то у нас, какие-то траблы опять начались, мы там, еле-еле убили, короче, Каратреса, и Тринька упала, там, неплохая новая на РДД, я ее залутал по Приору, вот, и фортануло, что мы его еще убили, хотя бы это, потому что я бы иначе, тупо, блять, Приор проебал, у меня там ГП 0 было. Ну, вот, а так, пока, считай, у нас сейчас каникулы, никаких арта нету, там, ребята, я смотрю, в Дискорде, что-то собираются, какие-то, там, человек 15-20 с гильдии желающих, и остальные пуги, и ходят там, всякие ЗС обычки, всякую хуйню, сегодня, вроде, что-то Коват писал, хотят в ЦЛК 25 ХМ, келья в обычки добить, и пойти в ЦЛК 25 ХМ. Вот. Типа, желающие там, пошлите с нами вечером. Чисто, ну да, типа, там, Т5 кому надо, на Твинов, там, Тринки может, всякой хуйней занимаются, ну, а я вот делики делаю, типа, такие дела. Очень интересно, на X4, я что-то... Ну, на X4, я что-то не помню, там, там, вроде, что-то про Ренегатов, кстати, хуй знает, будет эта вся хуйня, не будет. А, будет? А, ну вот, значит, значит, но это Ренегатом все равно можно стать только потом, то есть, типа, на 80-ом ты, типа, проходишь цепочку квестов, с NPC, его Кадай зовут, он в шатрате стоит, и ты, типа, с ним делаешь цепочку квестов, и в конце выбираешь, либо стать Ренегатом, либо присягнуть, ну, противоположной фракции, наверное, ренегатом, да, 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 то есть, у них там свои какие-то квесты есть, я так понял, потому, потому что Ренегаты периодически приходят в столицы и хуярят всю столицу, типа, видимо, там у них какие-то дейлики или чё есть на убийство, может, игроков в столицах, но у них там свои ачивы добавили, с маунтами своими ренегатскими, типа, захуярить там, условно говоря, 50 человек, блять, в Штормграде, там, вот, типа того, ну и плюс королей там тоже убивать, у них своя ачива, типа, как у нас тут за Альянс или за Орду, и дают маунты медведя, у них там тоже дают какого-то маунта, и тоже, типа, королей захуяришь, и за Орду, и за Альянс всех королей, там тоже маунты какого-то дают, вот. Понял, что в свое время личные версии, они были 12-16, и сам, героическую, уже для всех, ну да, ну вот ЗС Герр, сейчас закрыли Асгарды, по идее, они должны начать, не знаю, как-то в скором времени, Ульдуар открывать, потому что говорили, как контент закроют, текущий, то есть ЗС ХМ, вот его закрыли, то есть, анонс был недавно про Ульдуар, но на Х2, вроде, типа, на таких реалмах, обычки не будет, вроде бы Ульдуар, а там будет сразу Геррские версии, а на Алгалоне, вроде сказали, да, там, ну, как обычный контент будет, типа, испытание чемпиона, там вот это вот, и Ульдуар, все вот это будет, типа, ну, как обычно, типа, 3-3-5, вот, ну, ну, да, если так все и будет, если добавлять со временем, ничего не будет, просто видишь, когда Х1 добавили, я туда пошел, типа, с расчетом на то, что это, во-первых, ПВЕ сервак, во-вторых, что там, ну, Х1, я хотел квестики поделать, спокойно покачаться, медленно, там говорили, что не будет магазина, бонусов, премиума, там вот на этот, на кач, типа, экспы не будет, ну, то есть, спокойно, Х1 кач будет, а в итоге, блядь, через пару дней, как я там 20-ый левелап, там вводят, нахуй, магазин, и банки, блядь, на экспу вводят, всю хуйню ввели, и премиум, и в итоге, там не Х1, а, блядь, такой же, как Х2, там Х5 в итоге получился, со всеми этими бонусами, ну, и я там перестал играть, вот, ну, тут, если так все останется, как говорят, Х4, там, без брюлей, без категорий, просто сейчас, блядь, поиграешь, до 80-ого качнешься, начнешь куда-то ходить, хуяк, блядь, категории введут, какие-нибудь, что-нибудь такое, да, что-то я сам не понимаю, что смысл, если они несят прискорить, ну, да, ну, да, смысл, как бы, вроде бы и нет смысла, но я-то в любом случае, что-то не пойду, мне впадгу, хе, типа, тут нормально, ну, 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 на x4, в принципе, так-то, хуйта, тем более, по ппшкам, и смотря, кем ты играть будешь, если ты будешь, блядь, самое охуенное, Это каким-нибудь друлем или варом или палом Типа, ну, танком именно Берешь танка и ПП просто с 15-го там, условно говоря, начинаешь регать Ну, первые там, 1-2 ппшки у тебя будет сложно Потому что там, ну, мобы сильные, а ты голый, блять, в зеленке Ну, либо докачаться по квестам, по фастику там до 20-го Там уже более-менее скиллы нормальные открываются И начать по ппшкам чисто до 80-го Качаться, сама охуенная Танком, считай, у тебя нон-стоп будет регать Какие дела Да нормально, я думаю, нормально будет онлайн Ну, блять, ну, тысяча две-три, я думаю, точно будет Натк Пишут, вообще, 10 тысяч Нихуя Ну, может быть Ну, просто я не знаю Как у них будет справляться Сервак с таким, если будет так народу У них же и так Тогда вот была проблема Когда X1 создали Почему вообще X1 создали Потому что X2 Типа не справлялся Там начиналось какой-нибудь Ола Или чё И нахуй И рейдить невозможно было Там такие лаги были нахуй На серваке, пиздец Вот Может быть, хуй знает Ну, короче, там сервак, пиздец, как жутко лагал И ввели X1, типа, чтобы разгрузить То есть, часть онлайна туда, чтобы утекло Вот И, типа Ну, сейчас вроде не лагает Я бы Ну, не знаю Я не обращал внимания По крайней мере Так, вроде, сильно не лагало пока еще После объединения серваков Но как будет, типа На Алголоне, я хуй знает Просто, считай, там будут все одновременно в одном месте Там, блядь, пиздец будет Нет, ни в чё Киберпанк, нихуя, у тебя комп мощный такой Киберпанк, почему? Ну, прошел его Хорошо И чё, как? Игрулька Ну, я чё-то посмотрел видосы Типа, ну, там стрим Типа, стримов там всякая хуйня И чё-то вроде как будто бы там, типа, открытый мир Ну, чё-то какие-то улицы такие узкие Мне показались Как это какой-то коридорный открытый мир, нет? Ну, играбельно, да? Тем более, что они обещают У компании Чтобы они знали, что И начать Возвращать все птички Обещают Вот Обещают Ждать И сделать Новый галов Возвращение Всех Дрожит Вообще 50 часов Ничего себе Ну, это в смысле ты на 100% прошел? Круто Ну, я не фанат, конечно, Assassin's Creed, но я в одну часть какую-то чуть-чуть поиграл там Ну, ничего-то А я, знаешь, как я начал В 18-м, что Я начал Я там вообще первую часть Я примерно понимаю, что Немножко Начал играть С СССР В Египте И все Чисто Так а что сюда-то и типа на x2, а не хочешь, да, типа, прийти и играть? Ну, у тебя просто перс же вроде одетый, как бы тебе не надо там, блядь, Т5 выбивать, еще что-нибудь, то есть пришел, доиграешь, условно говоря Просто время Цели, видишь, никакие То есть, дальше что-то Знаешь, ну, чисто зайдешься, может, я буду зайдешься, а время, ведь, фактически, пока Какая-то гидрая есть Где у меня место ставится Там, как Восточная Где ты 10 Первый Что ты Давал В принципе Можно зайти Если Я си Свой дом у меня без кнопки Зашел Да это супруга моя Не, не помнит просто, ну, она помнит тебя, да? Она, она с тобой на охоту ходила постоянно любила ходить Да ты ее не знаешь, ты че Теадра у нее там, Сибл Такие некие Просто ты в четверг собирал и типа Ей нравилось на фул сразу за кровать Ну типа, и коня, блядь, игруль магика, заебись. Вообще, я хочу сделать свои... ...все четыре. Что будет собирать, но потом... ...натехуй. Не знаю, о чем ты хочешь. Ну смотри, да там по-любому народу много будет, я думаю, там без проблем набрать людей и все такое будет. Единомышленников. А так вот, как раз то, что ты говоришь, не любишь качаться, просто танком качайся по ППшкам. Ну, с уровня 18-20 и все, и тебе никакие квесты не нужны будут. Я обычно... ...я через хила играю. Через ТТ тоже, что это танк. Каст. Ну... Ну да. Кстати. ...посчитай. А, ничего себе. Еще два-то считай. ...все. С двумя считай. Сейчас про товаром еще с двумя считай поиграть. На секунду. Так, ладно, я пойду похаваю, ты бы не ел еще. Давай. С двумя считай. Один шаред ... Продолжение следует...